Первый рабочий день инженера-синоптика Салтанат Куны совпал с пиком жары. На юге объявлено штормовое предупреждение. В Шымкенте сегодня плюс 40. Еще жарче в первый день в Шильде во Рыском, Байдебекском и Сузакском районах Туркестанской области. Там столбики термометра перевалились за 45-градусную отметку. Изнывают от горячего солнца из жителей Туркестана. Жарко в эти дни и в диспетчерской скорой помощи. У бригад врачей увеличилось количество вызовов. За сутки более двух тысяч. Люди падают в обморок и теряют сознание. Нередкость и простудные заболевания. По 76 бригад городской скорой едва успевают. К вечеру число вызовов увеличивается в разы. Жара наступила и за счет этого увеличилось количество вызовов. Вызова увеличились к детям. В основном вызывают на кишечную инфекцию, травмы. Дети сейчас находятся на каникулах. Гипертоникам также увеличились вызовы больным, инфарктным больным. Не просто приходится в жаркие дни и строителям. Чтобы пережить высокую температуру, сварщик старается закончить работу до обеда. Очень жарко. Приходится терпеть. Это наша работа. Да и людям побыстрее хочется заселиться. Кто действительно рад температурным рекордам, так это дети. Они с большим удовольствием плескаются в прохладной воде. Люди постарше спасаются под тенью деревьев. Голова болеет, давление. Ноги болят. Пойдешь в больницу. Ничего страшного. А как вы себя храните от всех этих жарей? Ну, в холодках. Вон сейчас там. В бассейне искупаются? Да. Синоптики успокаивают. Терпеть осталось недолго. Со 2 июля температура воздуха начнет постепенно снижаться. Завтра жара спадет. После обеда в некоторых местах Туркестанской области пройдет кратковременный дождь. Будет молния, пыльная буря. 15-20 метров в секунду. Уже сегодня не страдают от изнуряющей жары на станции Шулдак в Тулебисском районе. В эти дни там всего 23 градуса тепла. Ночью и вовсе плюс 14. Комфортно сегодня в Тулебисском и Тулькубасском районах. Температура воздуха там в пределах 32-35 градусов. Шанаро Уразова, Давран Абдиев, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «Отрар».